Несколько лет назад в рамках соглашения, которое было заключено между правительством Саратовской области, Домом РФ, администрацией, муниципальным образованием, город Саратов, был проведен международный конкурс, как раз в том числе, ну было 5 территорий, в том числе на территории аэропорта. Значит, согласно проекту планировки, который был разработан, согласно концепции, я сейчас пробежу, пробегусь по технико-экономическим показателям, то есть какое количество квадратных метров жилья здесь предусмотрено. Мы здесь прекрасно видим, уже даже в проекте планировки, что обеспечена территория и объектами социальной инфраструктуры, детские садики и школы. В общей сложности, в границах именно проектирования, запроектированы 926 тысяч метров жилого фонда, 527 тысяч квадратных метров это нежилых объектов. Для территории, которой здесь у нас предусмотрено, значит, 4 школы, это по 825 мест, 1 на 550, всего это 3850 мест, которые предусмотрены именно в объектах общеобразовательных, это в школах. Кроме того, здесь запроектировано 7 садов по 120 мест, 8 садов по 160, всего общая численность у нас мест это 2120 мест, это именно детские садики. Кроме того, здесь предусмотрено размещение двух поликлиник для взрослого населения на 500 посещений в смену, и две поликлиники для детского населения, это на 350 посещений в смену. Также здесь есть школы искусств, библиотеки, пожарная часть, ну и, естественно, размещение всех детских садов и школ уже на момент проектирования были предусмотрены в радиус информативной доступности. Напомню, для школ это 500 метров, и для детских садиков это 300 метров. В том числе очень важно, конечно, отдать дань здесь, в чем заключается концепция, которая была разработана. Не просто в какой-то определенной планировке, которая внутри, но в первую очередь здесь должны были быть достигнуты показатели, показатели при строительстве, то есть это двор без машин, для чего предусмотрены у нас здесь вот такие вот хабы. Это размещение многоуровневых парковок, которые расположены практически в каждом жилом микрорайоне, если мы будем разбивать его, грубо говоря, на этапы. Поэтому здесь должны быть достигнуты этот двор без машин, то есть это такие пронизывающие зеленые зоны, которые должны соединяться вместе с этой центральной зеленой зоной. Кроме того, здесь также предусмотрено у нас строительство, если касаться дорог, то улица Сибирская, это у нас 6 полос, значит, улица Осипова и остальные все улицы, это 4-полосные улицы. Улица Сибирская, это как магистраль, должна быть непрерывного движения здесь в данном случае. Кроме того, что хотелось бы еще сказать, что здесь также есть и объекты физкультуры и спорта, вот они расположены здесь, какая-то часть объектов физической культуры расположена, в том числе и в зеленой зоне, вот в этом тоже зеленом каркасе. Культ объекта, храм, церковь, а не культового сооружения, точно так же здесь у нас тоже по проекту планировки предусматривается. Операторам этой территории по комплексному развитию в настоящее время определен у нас Голжустрой. Сейчас в компании Голжустрой подготавливается документация для проведения конкурсных процедур, они нужны непосредственно сами земельные участки, то есть на предоставлении нужно привести оценку этих земельных участков более точную. На данный момент на территории ведутся работы за счет средств ВК по подключению водоотведения, готовятся работы по водоснабжению, заключены контракты с Россетями на подключение к энергоксетям, в компании Россети будут строиться центр питания, которые на 37 мегаватт будут питать данную территорию. Также разрабатываются для инвесторов подварительно сети газоснабжения, то есть они сейчас проходят непосредственно близко к этой территории. Что касается планов по застройке, планируется в этом году строительство все-таки начинать. Вы сказали, что Симбирске будет шестиполосное. А каким образом? Мы этот вопрос рассматривали полгода назад, когда с Александром Владимировичем и Александром Юрьевичем задали вопрос. Каким образом будет расшиваться? Там сейчас бутылочная горлышка получается? Там нет сейчас шестиполос. И когда вот все это происходит, город ответит, да? Вы предвосвечаете тему. Вперед забегает. Ну тогда я озвучу еще один вопрос и перейдем к городу. Да, может быть они в своем ответе. Пожалуйста, пожалуйста. У меня еще вопрос, где будут располагаться очистные сооружения и каким образом ливневая канализация будет куда стекать с этого всего большого района. Да, спасибо. В рамках подготовки проекта планировки территории также были проведены анализы и исследования подъездных путей. И всем понятно, что появление такого большого микрорайона без модернизации и конструкции подъездных путей невозможно. Улица Симбирская, которая у нас является основной артерией, которую будет выводить из данного микрорайона, уширяется до шести полос за счет выкупа, сноса частных домовладений, которые находятся, если он по ходу движения, с левой стороны. С правой стороны это сделать невозможно, ввиду нахождения там особо нужного объекта для деятельности города. Поэтому там прорабатывается проектное решение. Либо это будет строительство части эстакады, либо это будет насыпь. Это уже будет определяться в проекте. Есть сложности определенные. Это необходимо обеспечить нормативный уклон, которого на данный момент на этой улице нет. Кроме того, для того, чтобы разгрузить движения и перенаправить потоки, часть которых из поселка Юбилейный, предусматривается, также прорабатывается вопрос, это устройство кольцевой развязки на улице Аэропорт, на пересечении улицы Скалогорской и Бакинской, с расширением улицы Бакинской, с тем, чтобы по данному кольцевому участку можно было спуститься по Мясницкой. Также предусматривается уширение улицы Мясницкой в месте, где мы с вами едем, как у нас дом, который стоит практически на дороге, с тем, чтобы сделать полноценное движение двухполосное вверх, однополосное, соответственно, в сторону города. Также уширение улицы Технической до четырех полос. Это ориентировочно там необходим снос 80 гаражных боксов. И данные артерии будут соединять, соответственно, новый микрорайон с Кировским районом. Там же не просчитана необходимость, выявлено уширение улицы Осипова, соответственно, до четырех полос, и с выделением там линий для перспективы трамвайного полотна. То есть это может быть, конечно, перспективный план, но его необходимо закладывать, потому что общественный транспорт там необходимо также делать. И, конечно, планерное, включая улицу Березовая, уширение до трех полос с обеспечением нормативного радиуса кривых, ориентировочный снос 68 гаражей. То есть детально все эти решения технически будут проработаны уже в проекте разработка проекта. Это то, что касается транспорта. То, что касается очистных сооружений, то данный микрорайон подключается к центральной канализации будет канализоваться на городскую станцию аэрации. Что касается ливневой канализации, которая там планируется, сброс будет осуществляться в Алексеевский обраг посредством очистных, локальных очистных сооружений, которые также будут предусмотрены проектом. Скажите, пожалуйста, экономику вообще вот этого всего объекта кто-то просчитывал, сколько планируется денег положить с учетом дороги, выкупы, эстакады, все эти системы, и сколько планируется получить средств? Ну, если честно брать, потребность даже без этого микрорайона расширения дорог, она возникла уже давно. Я понимаю. То есть тут как бы привязывать это мероприятие к тому, что будет у нас на территории старого аэропорта, наверное, не стоит. Те средства, которые будут в программах, сейчас, безусловно, будем пытаться участвовать в тех программах, которые есть на уровне федерации региона. Я бы не стал тут считать экономику. Это, прежде всего, транспортная доступность, безопасность и комфорт наших граждан. Максим Алексеевич, я же не говорю, что я же не пытаюсь критиковать. Я говорю, что это не надо. Я, слава богу, даже без него я согласен, что надо. Вы цифру-то можете назвать? Кто-то прощит. Ну, я могу назвать цифру. Например, улица Соколового гор, Сибирская, да? Вот, без выкупа 447 миллионов предварительно. Представилась задача на последней встрече вот со спикером, что должны быть рабочие места. Вот это огромное количество людей, где оно будет работать. Я рядом даже близко, не знаю никаких предприятий. Что касается параметров, которые на сегодняшний день известны, по численности населения, это порядка 31 тысячи численности населения на этой территории. Как вы видите, значит, тут, разумеется, никакого в рамках этого комплексного развития не состроенной территории не возразумевается развитие каких-то промпарков и прочих. Поэтому где они будут, куда они поедут работать? Во-первых, рабочие места — это школы, это объекты образования, это спортивные объекты, это бассейны. Кроме того, как акценты были запроектированы по улице Сибирской достаточно большого количества офисных зданий, но хочу напомнить, что по улице Осипова на прилегающей территории как раз расположены промышленные объекты разноплавного качества. Вот как раз по улице, по которой мы привыкаем к существующей массе застроенной, там есть достаточное количество промышленных объектов. Вот в этом треугольнике, который севернее улицы Захарченко, там тоже есть разноплановое офисное здание, разноплановое. То есть это, в общем-то, по прилегающим территориям есть даже не обязательно ехать далеко в цель. Давайте мы не будем друг друга обманывать. Здесь не хватает, нет, я не собираюсь никого обманывать. Вы просто вот здесь, мы же не знаем, какие вопросы. А я вам знаю, вот эти объекты, они не планируют расширяться, там некуда им расширяться. А то, что там уже работает, они уже живут. У них уже есть живьё, корпус, его отступили настолько, что им некуда некуда, им не будет куда больше расширяться. Не всегда и не везде, и в других городах тоже, просто я изучала этот вопрос, формируется именно какое-то производственное большое градообразующее предприятие. Формируются, как правило, какие-то крупные офисно-деловые центры. Вот, например, один из последних микрорайонов, который собираются строить даже в Казани, жилой микрорайон. Там, в первую очередь, там нет какого-то крупного промышленного предприятия. Там строится банк, ну его строит, скажем так, Сбербанк, собственно говоря, и он даже, как и называются, жилой микрорайон, как-то там, как-то они его, Кулижи, Сбербанк назвали. Здесь, как бы, тоже здесь должен сформироваться офисный деловой центр, тоже, который заложен по проекту планировки. Понятное дело, обманывать никто никого не собирается. Крупного градообразующего предприятия, естественно, здесь рядом нет. Чего? Здесь все прекрасно. То есть, это будет микрорайон чиновников, поскольку здесь центр и офисных работников. Правильно я понял? И компартии. И судьи. И судьи. То есть, это вот элитный микрорайон для чиновников, судей. Отдельно смотрим дворы, на картинке хорошо, без парковок. Отдельно смотрим картинку планировочную, многоярусные парковочные пространства. Понятно. А как это в жизни-то будет? Потому что все машины будут стоять на улице, во дворах. Исходя из той планировки, которая заложена в этом микрорайоне, здесь предусматривается строительство домов именно стелобатной части. Соответственно, во дворы уже машина заехать не сможет, потому что все благоустройство, это будет как раз-таки накровать стелобатной части. Это как раз тот момент, который мы с вами закладывали, чтобы стремиться к этому правилам для поздней застройки. Здесь предусмотрены подземные паркинги. Две подземные паркинги здесь идут из расчета, сразу тоже могу сказать, это 3763 машин места в общей сложности. Еще раз, ключевой вопрос. Для собственника это платно или бесплатно? Это ключевой вопрос. Потому что все на улице будет стоять. Вы услышите, кто-то ответ может дать или нет. Экономику, модель, а что вы планировали? Или не готовы ответить на это в рейтинге? Нет, Михаил Александрович, все парковочные места, которые будут в жилых зонах, они будут, разумеется, там с определенной оплатой. Да нет, это про центр мобильности разговаривают. Нам сейчас сказали, хаб-центр мобильности, это будет первые два этажа торгового центра. Хаб-центр мобильности однозначно будут на платной основе, они не будут бесплатные. Если не обязательно, тогда никто их не будет покупать. Ну что, мы не знаем, вон стоят высотки, даже супер дорогие. А внутри гаражи все пустые, все стоят на улице. Потому что зачем мне покупать по стоимости квартиры гараж, когда машина может стоять на улице. Объективно, не самые лучшие времена экономические у нас. Опять же, люди приезжают, уезжают, уезжают чуть побольше. У меня вопрос такой, а просчитывалось вообще уровень продаж квартир жилья вот в этом районе, насколько вообще востребованность у города есть? Просчитывали, на самом деле, у нас среди даже городов Поволжен самый высокий граф потенциал, он всего лишь миллион шестьсот составляет. Вот, и учитывая обеспеченность населения в Саратовской области квадратными метрами, это 32 балла метра квадратных, это тоже далеко не самый высокий показатель. Вот, притом даже есть чисто, ну, субъективные, так скажем, показатели, выраженные в желании застройщиков в этих территориях участвовать, которые, вот, по крайней мере, те, которые заявились, я вам абсолютно точно могу сказать, что каждый срок были, они прекрасно рассчитали. Вот, поэтому в этом плане у нас особых опасений как раз нет. В связи с тем, что услышано здесь, что застройщик будет строить и дорогу, и соцобъект, и по дворе соцобъект, и сам двор, и парковку, у меня закрадывается сомнение в том, что это будет жилье эконом-класса. Слишком это на 15 рублей. Потому что эконом-класса одни нормативы, а в итоге мы можем получить жилье чуть выше эконом-класса, чуть ли не бизнес-класса. Тогда все нормативы летят в трон-тары. У меня большая просьба будет к граждану района и к госжилстрою. Если выбрали жилье эконом-класса, то пусть застройщики строят жилье эконом-класса. Как только они переведут свое жилье в ценовую категорию бизнес-класса, отвечать придется вам тогда. Вместе с главным архитектором, скорее всего. Потому что в концепции одно, а по факту мы можем увидеть совершенно другое. Вот это публично специально озвучиваю, чтобы впоследствии не получилось такое. А мы не видели, а мы не знали, а мы не догадались так. Теперь вопрос. Вот, звучало много раз, вот все, что цветное, это вот мы все запроектировали. А то, что не цветное, это значит не запроектировано, это значит земля не в КРТ, я правильно понимаю? Вопрос, почему именно в этих местах, не цветных, у нас сидят объекты социальной сферы? Это на потом, на когда-то получается? Если на потом, то когда на потом? И если мы начнем строительство без объектов социальной сферы, то вот мои коллеги, они первые вас на вилу поднимут. Потому что есть график, что сначала социальная сфера вводится, потом жилье. А здесь даже земля не ваше. Мы как собираемся строить? По этапу. То есть по этапу, там все в собственнике есть. С ним кто-то начинал решать этот вопрос? Ну, вопрос сейчас на самом деле в острой фазе проработки у нас по этим территориям. Почему там объекты социальной сферы посадили? Они жилые дома. Объекты социальной сферы там по концепции изначально были посажены. Знаете, как мы говорили уже, в концепции, которая прошла конкурс и прошла экспертизу, в нее очень тяжело при согласовании внести какие-то изменения. Вот в любом случае от объектов социальной сферы никто не собирается отказываться. В рамках реализации уже на стадии заключения соглашения будет прописана этапность. И если объекты социальной сферы, которые вы говорите, на территории, которая в настоящее время с ней вопрос еще не урегулирован, чем мы сейчас как раз занимаемся, если туда попадать дома, эти дома не будут просто введены. Это условия соглашения будет этапность. А школы разве будут введены? Школы, спорт, объекты, я смотрю, большой школы, детский сад, школа. Я и говорю, у нас будет этапность прописана, и дома не будут для застройщика. Главное, что ему цель продать помещение свое и получить свою маршруту. Так ведь? Он введен в социальной сферы... Не входящие в радиус жилые дома, не входящие в радиус построенного социального объекта, строиться не будут. То есть они будут сначала строиться только в тех, где радиус позволяет. Поэтому в том, что сейчас, да, Сергей Анатольевич Гайпер, там вопрос решается, в принципе, должен решиться в ближайшее время. Ну, у нас протокол ведется, мы запомним эти слова, прям очень хорошо запомним, и я думаю, через год, через полтора мы к этой теме точно вернемся, когда первый дом начнут строиться. Мне вот очень интересно. В 1931 год окончание мы услышали. А когда первый дом начнут строиться? В 1926 году, судя по тому, что электричество и вода, там до конца 1925 года... Нет, мы летом этого года, я думаю, уже начнем строиться. Дело в том, что даже те средства, инфраструктурно-бюджетные кредиты, они открыты, они должны возвращаться, поэтому и отдача от этого объекта, она должна быть максимально быстрой, так скажем. Ну, и учитывая то, что у нас тоже показатели по вводу, и вот эта вот, как я сказал, территория, у нас град потенциал, и сидит уже, тоже, соответственно, отдача нужна максимально капитал. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова